Уходящий 2012 год при окружающей нас мировой нестабильности стал для страны в целом позитивным. Обозначим главные достижения, свидетелями которых мы стали. Безусловно, новость номер один – это преодоление демографической ямы. Впервые за 20 лет нас стало больше. За 10 месяцев этого года граждане России родили на 100 тысяч новых граждан больше, чем в прошлом году. И главное даже не цифра, а сама тенденция. Вопреки мрачным прогнозам, Россия вовсе не торопится вымирать. Весь год мы рассказывали вам об открытии новых предприятий. Всего, по данным сайта сделанного у нас, было введено в эксплуатацию 325 производственных объектов. Из них 112 построены с нуля, а 51 реализован с участием иностранных инвесторов. Вспомним самые значимые проекты, реализованные в этом году, или те, реализацией которых был дан старт. Государственная корпорация «Росатом» отлично отработала весь год. Объем контрактов за год вырос почти на треть – до 70 миллиардов долларов. Российский «Атом» остается востребованным и уважаемым во всем мире. В этом году удалось согласовать с Китаем все вопросы по сооружению второй очереди Цианьваньской АЭС. К 2018 году все блоки будут сданы в эксплуатацию. Чуть ранее «Росатом» решил аналогичные вопросы по строительству АЭС «Акую» в Турции. Завершаются работы по первому блоку индийской АЭС «Кудан-Кулан». Второй блок должен быть запущен в следующем году. В октябре состоялся ввод в эксплуатацию первых агрегатов крупнейшего объекта гидроэнергетического строительства страны – «Богучанской ГЭС». Она же носит заслуженный титул самого сложного гидроэнергетического долгостроя. Заложенный в 1974 году объект очнулся от перестроечной спячки только в 2006. 15 октября этого года состоялся пуск первых двух гидроагрегатов в ноябре 3-го. Полноценно работающей станцию можно будет назвать в конце 2014 года, когда заполнится водохранилище так называемое Новое Сибирское море. Через 40 лет после начала строительства. Легендарный двигатель-строительный завод имени Климова переезжает на новый производственный комплекс, снабженный современным оборудованием. Общий объем инвестиций, вложенный в проект реконструкции и технического перевооружения составил 6,5 млрд рублей. Почему такие траты? Дело в том, что это, по сути, начало создания центра мирового уровня по производству газотурбинных двигателей. Так, на заводе уже проходят испытания нового вертолетного двигателя ВК-2500. Ими комплектуются вертолеты К-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночную охоту». Важно, что двигатели состоят на 100% из отечественных комплектующих, а это позволит полностью уйти от зависимости от иностранных поставщиков. Завод уже с 2015 года будет выпускать не менее 400 таких двигателей. Громкое событие года — открытие второй очереди «Стана-2000» на Магнитогорском металлургическом комбинате. Это гигантский комплекс мощностью 2 млн тонн в год. Его необходимость, в свою очередь, обусловлена динамичным ростом российского автопроизводства в этом году. Продолжается реконструкция «Стана-2500» горячей прокатки стоимостью 1 млрд долларов. Строительство рельсобалочного «Стана» стоимостью более 40 млрд рублей запущено на Челябинском металлургическом комбинате. Эта продукция в России не производится, так что предприятие будет иметь гарантированную загрузку. «Уралмашзавод» создает новое металлургическое производство. Его запуск позволит довести мощность по выпуску кузнечных и литейных заготовок до 150 000 тонн, что вдвое превышает сегодняшние возможности предприятия. Вообще, нужно отметить, что мировая металлургия пережила очень непростой год из-за падения цен на сырье и сокращения спроса. А российская, вовремя переориентировавшаяся на внутренний рынок, в целом оказалась в выигрышном положении. Чего не скажешь про иностранные компании, которые оказались с него вытеснены. Среди запомнившихся событий – начало строительства Михеевского горнообогатительного комбината в Челябинской области. Со времен СССР это первый столь масштабный проект в отрасли. Общая сумма инвестиций составляет 24 млрд рублей, из которых более половины уже освоено. Еще не выйдя на проектную мощность, ГОК обеспечил работой почти тысячу человек. Фабрика будет перерабатывать более 18 млн тонн руды из существующего карьера. В этом же году в Мурманской области заработал ГОК «Олень и ручей» и уже успел выпустить первую партию апатитового концентрата. Инвестиции, только в первую очередь проекта, составляют более 10 млрд рублей. Поэтому с окончательным пуском объекта в эксплуатацию бюджет области пополнится сотнями миллионов рублей, только от налога на имущество. При выходе предприятия на проектную мощность будет создано свыше 1300 новых рабочих мест. И ведь это далеко не все громкие проекты года. Был дан старт Южному потоку. Была введена вторая ветка газопровода Северный поток. Заработала вторая очередь нефтепровода ВСТО-2. Запущено газовое месторождение Баваненковское. Началось системное освоение Севморпути. Добавим сюда рекордное количество контрактов российских оружейников. Вспомним также неплохое выступление России на Олимпиаде в Лондоне и превосходное выступление наших паралимпийцев там же. Победу в чемпионате мира по хоккею и многие другие достижения. Уверены, что новый 2013 год станет для нас еще более успешным, ведь мы никогда не сдаемся. Счастья и успехов в новом году! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok